ГРУ – это военная разведка, которая всегда была на высоте, всегда была крутая. Тот же Зорли, кстати говоря, представлял ГРУ, а не внешнюю разведку НКВД. Поэтому всегда они были как бы на виду. А в 2012 году, как утверждают люди, которые немножко знают «Инсайд», ГРУ вообще было поручено заниматься СНГ, но это было вообще оскорбительно. Все-таки военные атошаты, все-таки там резидентура, агентура. ГРУ – серьезная военная разведка, и это надо признать. Но мы унизили до того, что ГРУ должно заниматься СНГ. И люди, которые внутри ГРУ, они, конечно, хотели восстановить свое влияние. Так утверждают люди, мне это рассказывают. И они начали придумывать, что же такое сделать, чтобы войти в тренд, понравиться высшим политическим руководителям страны и вернуть былые времена. Вот они начали с каких-то операций за рубежом. Потом Крымская операция, Донбасс, Луганск, потом Сирия, далее, как говорится, везде Центральная Африканская Республика. И оказалось, что вот эта деятельность вызывала симпатии и поддержку высшего политического руководства страны. Но из ваших слов получается, что процесс идет не сверху вниз, а часто снизу вверх. То есть они что-то делают, а потом ожидают одобрения или наказания. Нет, ну это нельзя сказать, что снизу вверх. Это, конечно, интересы генералитета, высшего состава. Нет, я имею в виду, что это не значит, что Путин лично позвонил и что-то приказал. Он часто узнает об этом по факту. Так выходит? Да. И они решили доказать, что самое... Знаете, так вот, на бытовом уровне, ведь разведка внешнеполитическая, ПСБ, их называют сапогами, да? Вот. Я много раз-то слышал. И из этого создается ложное, может быть, а может быть, истинное впечатление, что не они элита, вообще не их собачье дело там что-то убивать кого-то за рубежом. Вам этого никто не скажет. Вот. Они называют сапогами внешняя разведка. А грушники они считают чистоплюями, белоручками, ботаниками, которые ничего не могут. И вот нужно было доказать свою кручу, что у нас предатели долго не живут. Да, ведь сказал же где-то якобы Путин в каком-то там то ли приеме, то ли полуоткрытом, то ли полузакрытом, что предатели у нас вообще долго не живут. Ну и вот я так полагаю и соглашаясь с теми, кто мне рассказывал эту историю, что решили там показать, что действительно Владимир Владимирович, как всегда, прав. Я почему так думаю, что грушники сами планировали эту операцию. Наверное, они получили кивок, там какое-то высочайшее одобрение без деталей. Потому что я вот, например, вижу серьезные нестыковки в их работе, и даже не в том, что они там в урну что-то бросили, не в ту. А вот они приехали в страну практически одновременно с Юлией Скрипаль. Это говорит о том, что они совершенно точно без ФСБ и без внешней разведки это делали. Потому что если бы это было не так, то их бы предупредили, что едет Юлия Скрипаль, она же там на контроле, на старожке стоит, при пересечении границы срабатывает система оповещения и так далее, там при покупке билетов. Они не были оповещены, потому что у них нет такой системы. Это система у ФСБ, у Поградбойск, по закону о транспортной безопасности, опять же, у той же ФСБ. Они действовали в отрыве от внешней разведки, от контрразведки. И вот их многие проколы, Скрипаль вообще Юлия не должна была попасть в этот печальный список, на кого покушались. Это была случайность. Это вот одна из случайностей, которая оказалась роковой. Потому что когда, ну ладно, там помер бы себе тихо разведчик. Они же не планировали, что они попадутся. Они знали, что их снимают на камеры. Но они не планировали, что англичане докопаются до сути. И вот боевое отравляющее вещество «Новичок», я так думаю, это моя личная точка зрения, может быть, совершенно ошибочная. Это все-таки армейская штука. Она где-нибудь, видимо, либо хранилась на складе в остатках, либо в каких-то образцах, либо, может быть, даже была синтезирована в военной лаборатории специально по этому поводу. То есть это все-таки армейское оружие, а не специальные яды там ФСБ. Это говорит о том, что вот те нестыковки межведомственные, которые всегда существовали, они, может быть, стали чуть глубже и еще менее согласованными. Но они были всегда. ГРУ всегда прятала свои секреты от СВР, СВР всегда прятала свои секреты от контрразведки, контрразведка прятала свои секреты от других служб и так далее и тому подобное.